Помню, как тропка едва заметной В густой астоке где лодки гряпили. Мы со строгой ходили летом ловить налимов. Под речными корягами поймать налима непросто было. Мало одного желания. Мы уставали, и нас набило длительного купания. Но мы храбрились. Рыбак не плачет. В воде плескались, да, голова кружения. И, наконец-то, песок горячий дружно падали в изнеможении. И долго, и долго после мечтали лежа о чем-то очень большом и смелом. Смотрели в небо. И небо тоже. Глазами звезд на нас смотрела. Доволен я буквально всем. На животе лежу и ем бруснику. Спелую бруснику. Пугаю ящериц на пне. Потом валяюсь на спине. Внимая жалобному крику болотной птицы. Надо мной, между березой и сосной, в своей печали бесконечные плывут, как высли облака. Внизу волнуется река, как чувство радости беспечной. Я так люблю осенний лес, над ним сияние небес, что я хотел бы превратиться или в багряный тихий лист, или в дождевой веселый свист. Но превратившись в возродица и возвратившись в отчий дом, чтобы однажды в том и том перед дорогой большой сказать, я был в лесу дождем. Сказать, я был в лесу листом. Поверьте мне, я чиз душою. Ветер не ветер, иду из дома, клюву знакома, хрустит солома. И огонек светит, а больше ни звука, ни огонечка по мраке пью горитит по почкам. Эх, Русь, Россия, что от вон думала, что загрустила, что затремала.